Продолжение следует... Сегодня мы хотим посвятить нашу программу понятию, которая заслуживает широкой огласки. Это эффективное водоиспользование и экономия потребления воды. И мы ваши ведущие, Уткир Таджимов и Нигина Мирбаева. И мы начинаем. Добро пожаловать. В этом выпуске «Как бороться с нехваткой питьевой воды?» Мировой опыт показывает, что внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами поможет решить проблемы, связанные с нехваткой воды и обеспечить экологическую безопасность. Правительство Узбекистана осознает важность эффективного водоиспользования и вложило средства в разработку плана, интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения для Узбекистана. Проект программы развития ООН «План интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения для бассейна реки Заравшан» успешно вошел в заключительную стадию реализации. Более детально о проекте нам расскажет руководитель проекта в нашей рубрике «Специальный гость». Как известно, вода – основной источник для выживания. Нехватка пресной воды является огромной проблемой для мирового сообщества. О том, как бороться с проблемой нехватки воды и какие шаги предприняты – в нашем первом репортаже. Вода – фундаментальный ресурс для выживания, охраны здоровья, достойной жизни и развития человечества. Мировые запасы пресной воды находятся под нарастающим прессом, и в то же время многие все еще испытывают недостаток в доступе к адекватному водоснабжению для удовлетворения основных нужд. Рост населения и развитие экономической деятельности усиливает конкуренцию и конфликты из-за ограниченных запасов пресной воды. Ожидаемое потепление климата может вызвать масштабные экологические и социально-экономические ушербы. Вода является ключевым фактором для социально-экономического благополучия и окружающей среды Узбекистана. Из всех стран региона Центральной Азии Узбекистан наиболее уязвим в плане водообеспеченности, поскольку располагает наибольшей площадью орошения, высокой численностью сельского населения и самой высокой плотностью населения. Несмотря на самый высокий спрос на воду, возможности Узбекистана непосредственно влиять на режим и объем поступления воды через границу ограничены, поскольку около 80% требуемых водных ресурсов формируются и поступают из сопредельных стран. Объем воды на душу населения в Узбекистане – один из самых низких в регионе. Нехватка пресной воды в свете роста населения, развития экономики и необходимости сохранения окружающей среды требует обеспечения комплексного планирования и рационального использования водных ресурсов. Такой комплексный подход должен охватывать все виды взаимосвязанных пресноводных водоемов, включая ресурсы поверхностных и подземных вод, и должным образом учитывать количественные и качественные аспекты, связанные с водой. Мировой опыт показывает, что внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами поможет решить проблемы, связанные с нехваткой водных ресурсов, темпит конфликты между различными водопользователями и обеспечить экологическую безопасность. В Узбекистане предпринимаются огромные усилия по экономному, рациональному и бережнему использованию водных ресурсов. Введено в 1993 году жесткое лимитирование водопользования. С 2003 года осуществлен переход на бассейновый принцип управления водными ресурсами. Постоянно совершенствуется правовая база водопользования. Примером особого внимания, уделяемого правительством Республики Узбекистана, вопросом повышения эффективности управления водными ресурсами, является реализация совместного проекта Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и программы развития ООН. План интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения для бассейна реки Заравшан. Основной целью проекта является разработка плана интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения для бассейна реки Заравшан Узбекистана, укрепление правовой и нормативной базы водохозяйственного сектора и поддержка интеграции вопросов управления водными ресурсами в соответствующую межсекторную структуру. Проектом при поддержке межведомственной рабочей группы разработан первоначальный проект Водного кодекса, который прошел два обсуждения. В рамках пилотной деятельности построена система питьевого водоснабжения для жителей села Нуробот Самаркандского района Самаркандской области. Проект успешно сотрудничает с региональной программой ПРООН и компанией Кока-Кола. Каждая капля имеет значение. В рамках этой программы построена и сдана в эксплуатацию система питьевого водоснабжения для населения села Канал-Юака в Самаркандской области. В результате этих работ около двух тысяч жителей этих сел получили доступ к чистой питьевой воде. Проведены тренинги для повышения знаний в области социальной мобилизации для вовлечения населения в процессы создания системы чистого питьевого водоснабжения и ее управления с применением гендерных подходов. Проект оказывает содействие в создании ассоциации сельских водопотребителей в пяти населенных пунктах, где будут опробированы модели обеспечения сельского населения чистой питьевой водой и которые будут распространены в Самаркандской и Новоийской областях. Правительство нашей республики осознает важность эффективного водоиспользования и управления водными ресурсами и борется с проблемой нехватки чистой питьевой воды. О том, какие результаты достигнуты в этой сфере, прямо сейчас в нашем репортаже. Поскольку наличие хорошо подготовленных кадров имеет особо важное значение для эффективного управления водными ресурсами, огромная роль должна уделяться вопросам подготовки высококвалифицированных кадров. Проект при поддержке межведомственной рабочей группы разработал стратегию образования, обучения и повышения квалификации для водохозяйственного сектора. С целью демонстрации подходов интегрировано планирование водных ресурсов, повышение потенциала местных специалистов и получение ценного опыта для разработки плана интегрированного управления водными ресурсами для бассейна реки Заравшан, был инициирован пилотный проект по разработке плана интегрированного управления водными ресурсами для Новоинской области при поддержке Хакимьята области. План интегрированного управления водных ресурсов для Новоинской области направлен на совершенствование одного из важнейших механизмов реализации водной политики области – системы управления водными ресурсами. Руководство области заинтересовано в обеспечении условий для правовой, организационной, финансовой поддержки интегрированного управления водных ресурсов. Для этого должна быть разработана ясная структура регулирования водных отношений, ориентированная на потребителя, доступность ресурсов для удовлетворительного финансирования водохозяйственных мероприятий. План «Интегрированное управление водных ресурсов» обеспечивает, в свою очередь, достижение формирования профессионального управления, четкого прогнозирования и научно обоснованного планирования, поддержки межсекторного взаимодействия в усуществлении водной политики области. Реализация этого плана создаст основу для укрепления потенциала уполномоченных и партнерских организаций в области использования водных ресурсов. Проект благодарен за сотрудничество и взаимопонимание. Проявленный профессионализм специалистов Хакимета на воинской области, областной гидрогеолога мелиоративной экспедиции, карманно-канемехского управления ирригационных систем, Золкунские геологические экспедиции, на воинского отделения УЗГидромета, на воинской тепловой электростанции, системы питьевого водоснабжения Сувакова и других работников местных водохозяйственных организаций. Актуальными остаются вопросы повышения квалификации специалистов для совершенствования управления водными ресурсами, включая грамотную эксплуатацию гидросооружений и каналов. Центр повышения квалификации и переподготовки кадров для сельского и водного хозяйства при Ташкентском институте ирригации и мелиорации ведет свою деятельность с 1966 года. В настоящее время Центр организовывает обучение своих преподавателей в других центрах, обучает у себя преподавателей профессионально-технических колледжей, обеспечивает специальность информационно-аналитическими материалами, а также функционируют курсы компьютерные, конструкционные технологии, машинистов-экскаваторов, зимснарядов и бульдозеров, техниках насосных станций и других. Организация Визионных Наций признает важность эффективного водоиспользования и интегрированного управления водными ресурсами для достижения целей устойчивого развития. И поэтому Министерство сельского и водного хозяйства, наряду с программой развития ООН, приступили к проекту под названием «Интегрированное управление водными ресурсами в бассейне реки Заравшан». И сегодня в рубрике «Специальный гость» у нас руководитель данного проекта Улубек Исламов. Улубек, здравствуйте. 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 Итак, наш первый вопрос. Как известно, правительство Республики Узбекистан уделяет большое значение и внимание вопросам по управлению водными ресурсами. И скажите, пожалуйста, как ваш проект вносит вклад в развитие водного хозяйства? Спасибо. Вы очень правильно заметили, что правительство Республики Узбекистан уделяет приоритетное внимание вопросам повышения эффективности управления водными ресурсами, потому что водные ресурсы затрагивают все аспекты жизни. Это и окружающая среда, это сельское хозяйство, промышленность, это и водоснабжение, питьевая вода и так далее. И для устойчивого обеспечения водными ресурсами все сектора экономики, включая такую важную отрасль, как сельское хозяйство, сегодня правительство выделяет очень большие средства на совершенствование ирригационной инфраструктуры. Вот недавно решением правительства был утвержден пятилетняя программа, на эти цели были выделены около 1 миллиарда долларов для цели повышения эффективности водопользования. Ну, если кратко сказать о водных ресурсах нашей страны, то две, всем известно, что две огромные важные речные артерии, это Сардария и Мудария, издревние, в течение многих веков несут свои воды с гор в долину для того, чтобы снабдить, да, снабдить живительной влагой то население, которое живет в этих долинах. Но, к сожалению, водные ресурсы очень ограничены, а население растет, промышленность развивается, и поэтому, чтобы обеспечить всех водопользователей необходимым количеством водных ресурсов, встает острая необходимость внедрения новых подходов, значит, в планировании управления распределением водных ресурсов. И вот наш проект как раз в качестве пилотного проекта разрабатывает план ЮР в одном из речных бассейнов реки Узбекистана, это река Заравшан. Эта река Заравшан является третьей по значению рекой нашего региона, обеспечит водой более 6 миллионов населения Самаркандской, Новоинской, Кашкадаринской, Дизахской областей, орошая более полумиллиона гектаров земель. И очень эта река важна с точки зрения обеспечения населения чистой питьевой водой и обеспечения и гарантирования продовольственной безопасности. И вот мы рады, мы горды тем, что наш проект носит посильную лепту в повышении именно эффективности управления водными ресурсами. Спасибо большое, Лобеке. Скажите, пожалуйста, как разрабатываемый проект вашим план интегрированного управления водными ресурсами может помочь в решении проблем нехватки водных ресурсов? Как я уже сказал, ограничены водные ресурсы в последнее время из-за того, что очень большой быстрый рост населения, потом развитие экономики, индустриальное развитие. В результате этого уже чувствуется конкуренция между различными водопользователями. Например, конкуренция между сельским хозяйством и промышленностью, между питьевым водоснабжением, скажем, и другими отраслями. Поэтому, чтобы обеспечить интересы всех водопользователей и чтобы не ограничивать развитие отраслей экономики, встает острая необходимость внедрения интегрированных подходов в планировании и управлении водных ресурсов. И мировой опыт показывает, что только этот подход способен смягчить те негативные явления, которые свойственны при острой нехватке водных ресурсов. А дефицит водных ресурсов, к сожалению, растет. И особенно это характерно для нашей зоны, потому что Узбекистан находится в валидной зоне. Мы полностью зависим от поверхностных и подземных водных источников. Поэтому мы должны уже на будущее предусмотреть все варианты развития и планировать наши водные ресурсы, ограниченные водные ресурсы. Таким образом, чтобы воды хватило всем и чтобы вода не ограничивала, нехватка воды не ограничивала социально-экономическое развитие нашей страны. Как известно, Ваш проект стремится усовершенствовать водное законодательство и также сейчас разрабатывает водный кодекс. В чем суть этого кодекса и почему возникла необходимость его создания? Очень хороший вопрос, потому что обеспечение правовой базы для развития водного хозяйства очень важно. Я хотел бы здесь сказать, что первый проект водного кодекса уже разработан. Он прошел два обсуждения межведомственной рабочей группы. И мы надеемся скоро финализировать этот проект этого документа и предоставить правительству для рассмотрения и замечаний. В чем суть нового водного кодекса и почему возникла необходимость ее разработки? Ну, как известно, действующий закон о воде и водопользовании был принят в 1993 году. То есть и во многом он унаследовал от старого законодательства. За период приобретения независимости в республике произошли очень масштабные, я бы сказал, кардинальные изменения. Особенно в сельском хозяйстве. Вместо убыточных ширкатов, колхозов, совхозов сформировались фермерские хозяйства. Для управления водой на межфермерском уровне были созданы ассоциации водопользователей. Сегодня в Узбекистане функционируют полтора тысячи таких ассоциаций. Кроме того, Узбекистан за прошедший период стал членом очень важных международных водных конвенций. И чтобы привести наши законодательства в соответствие с этими изменениями, возникла необходимость разработки современного водного кодекса. Более того, закон должен работать на будущее, на будущее развитие. Это как очень постоянно отмечает руководитель нашей страны. И с учетом этого мы внесли или мы предложили новые нормы в разрабатываемый водный кодекс. Это и укрепление ассоциаций водопользователей, это и механизм стратегического планирования. И, как я уже сказал, ограниченные водные ресурсы требования времени, это разрабатывать уже планы на будущее с учетом этих изменений. Кроме того, мы предложили создание надведомственной структуры, которая бы обеспечивала стратегическое руководство и планирование водными ресурсами. Вот такие изменения сегодня, требования времени, я думаю, поэтому мы разработаем. При помощи межведомственной рабочей группы мы разработали этот водный кодекс. Спасибо, Володя Кент. Вы выше отметили ваше сотрудничество с государством. Работает ли проект ваш на местном уровне с населением? Спасибо за вопрос. Проект работает на всех уровнях, и в том числе мы работаем на уровне местных сельских жителей. Наш проект очень успешно сотрудничает с глобальной программой «Каждая капля имеет значение». Инициирована программа развития ООН и компания Coca-Cola. В течение последних двух лет мы смогли мобилизировать 150 тысяч долларов США. И на эти деньги мы построили две сельские системы водоснабжения для жителей поселка Канавюха в Астаргомском районе и Нуработ в Самаркандском районе. И около двух тысяч населений этих сел получили доступ к безопасной питьевой воде. Сейчас мы продолжаем работы с этой программой и работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы с такой целью, чтобы наш опыт, наши достижения стали возможны распространить в широком формате. То есть по всей стране. Спасибо большое за интервью. Этим 22-й выпуск программы «Юниус Уикли» подходит к концу. Чтобы быть в курсе событий ООН в Узбекистане, заходите к нам на сайт www.un.us и на нашу страничку на фейсбуке. Вы можете ознакомиться с этими и другими новостями в следующих выпусках нашей программы. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok